Приветствую! С вами я, Наталья Зайцева. Сегодня мы поговорим о методах изучения английского языка. Несколько месяцев назад передо мной встала задача за месяц выучить английский язык. Просто заговорить. Мне не надо было там правильное письмо, нужна была разговорная речь. Ко мне ехал профессор из Индии, который говорил исключительно по-английски. И я начала срочно обзванивать разные школы и разные курсы. Лучшее из предложений, которое прозвучало, через 6 месяцев я заговорю. Был также совет нанять репетитора. Все хорошо, но у меня срок был ограничен одним месяцем. Примерно в это же время ко мне на Фейсбуке приходит сообщение о том, что есть такой Юрий Дружбинский, проживает за 3-9 земель, но у него есть уникальная методика алгоритмизации языка. Мне это ни о чем не говорило. И я решила познакомиться с Юрием Дружбинским. Мы познакомились с ним, и он приехал к нам в Минск уже в мае месяца этого года. Результат. Через неделю я говорила. Да, у меня не хватало словарного запаса. Да, у меня не хватало каких-то моментов правильной речи. Где-то у меня страдали акценты. Но, в принципе, с Арджуном мы разговаривали без переводчика. Где-то помогали руки, где-то помогали, когда не хватало слов, вставленные русские слова. Но я говорила. И Арджун меня понимал. А вы представляете, что будет с человеком, который с нормальным словарным запасом попадет на курс Юрия Дружбинского? Его просто пропрет на этом курсе, он нормально начнет разговаривать. Итак, в чем отличие методики Юрия Дружбинского от других? В большинстве своем тренинги все и курсы работают по классической схеме. Что сделал Дружбинский? Ну, во-первых, он изучил правила Парета и вывел для себя формулу. 80% языка закроет основное семантическое ядро языка. По хомскому это 250-300 слов. Если они активно будут вращаться в речи, то человек будет говорить. И на самом деле в повседневной жизни мы используем наиболее часто определенные слова. Не все подряд. Мы очень редко, например, произносим слово жираф. Но мы очень часто говорим «видеть», «сидеть», «бегать», «смотреть», «хочу», «должен» и так далее. Таким образом, есть распространенные слова. И есть слова, которые мы употребляем значительно реже. И если взять основные слова распространенные, которые мы употребляем каждый день многократно, и положить их на определенную грамматическую основу, то человек говорит достаточно быстро. Мантическое ядро. Он пришел к совершенно неожиданному выводу. Посмотрите на эти цифры. 50 слов покрывают 60%, а 100 слов – 72%, а 280%, а 385%. Вы видите, что дальше учиться не больно-то и нужно. Потому что речь человеческая происходит в каком-то вот таком все время коридоре. Зашел, пришел, ушел, сделал, увидел, узнал, я, ты, мы, вы, заработал, заплатил, купил. Не очень большое количество слов. Ребята, самое интересное после вот этих вот открытий британских ученых, самая интересная реакция – это когда мы чешем себе тыковку и говорим, так мы сами всегда это знали, за что он Нобелевскую получил. Все работают по закону Паретта. Там 80% людей делают 20% работы, 20% делают 80%. Но мало кто знает, что Вильфреда Паретта был наш с вами коллега, лингвист. Теперь скажите, вот почему-то вот эти два гения, Вильфреда Паретта и Ноам Хомски, ну все о них наслышаны, и вот это ежику понятно, как бы вот эти цифры, я думаю, вы тоже, наверное, видели не раз. И вот это на каждом заборе написано, да? Но почему-то вот кроме Юрия Дружбинского никто не додумался совместить. Посмотрите, пожалуйста, сюда, сколько слов выводят вас за соотношение Паретта. Ну что стоит формулу Паретта наложить на открытие Хомского? Ну почему до сих пор никто не догадался? Вот вам математически точно. Сколько, Наташа? 200. 200. Все. И вот с грамматической основой у Дружбинского, здесь-то его методика, и пустила корни, он сделал очень интересную вещь. Самое страшное в английском языке – это бесконечное количество времен. не знаешь, как к ним поступиться, и с чего начать. Юрий Дружбинский все упростил. Он положил это все на алгоритмы. Объяснять не буду. Читайте его книги, смотрите, вы узнаете значительно больше. Исключительно качественные его тренажеры, на которых ты тренируешь переключатели по алгоритмам Дружбинского. И ты действительно начинаешь говорить. Вася есть хитрый. Вот. И получается удивительная штука, что вместо вот этого, готовы, у нас получается вот это. Вот вам алгоритм английского языка. Некоторые говорят, слушай, так подожди, да я переварю это. Так что, ты серьезно хочешь сказать, что это все? Я говорю, все. Не может быть. А ну давай сейчас тебя проверим. А ну давай Шерлок Холмса почитаем. Шерлок Холмс расследует ужасное преступление. Расследует. Без проблем. Шерлок Холмс должен найти убийцу. Должен найти. Так. Шерлок Холмс – лучший в Лондоне детектив. Все. Мозги щелк, щелк, щелк. Вот мозги расщелкивают на три положения. Я вам даже больше скажу, что все ошибки, ошибки, которые можно сделать, это ошибки вот этого переключения. У всех русских есть неповторимый акцент. Русские всегда узнают русского по акценту. Что сделал Юрий Дружбинский? Он изучил основы русского акцента и откорректировал их. И оказалось, не так-то много пунктов, где все русские делают одинаковые ошибки в произношении. И если это осознанно откорректировать, то и с фонетической точки зрения английский язык у тебя становится более качественным. Тебя понимают уже другие национальности. И это тоже достоинство курса Юрия Дружбинского. Самое интересное, что вот так можно учить любой язык. Допустим, вам завтра понадобился французский. Ребята, оставьте в покое животных. Оставьте в покое тему зоопарк и тему кухня. А вам обязательно попытаются с нее начать. Вот вы пошли на курсы французского языка. Вам пихают туда, естественно, овощи, животные, фрукты. Но это проще. Картиночки можно показывать. И учительнице можно спать. Вот это выучи. На самом деле, ребята, вот ваша модель изучения китайского языка. Выучи для начала вот это. А потом вот это. Только научись с этим все делать. То есть научись это ставить. Думаю, думал, подумаю, подумаем. Понимаете, да? Мы русские так знаем. Мы не крутим много слов, но мы их крутим. То, что мы крутим, мы крутим. Бездумно, на автомате. А теперь представьте. Вся его методика, весь подход уложился в недельный курс. Через неделю уже можно было говорить. Да, не хватило тренажеров. Да, не хватило интенсивных каких-то проработок. Дело в том, что методика Юрия Дружбинского рассчитана на эмигрантов, на людей, которые постоянно живут в англоязычной среде. Когда же мы живем здесь и говорим каждый день по-русски, нам надо создавать те условия, где мы бы могли сохранять разговорную речь. Именно поэтому идеальный вариант, поддерживающий клубные занятия. Либо регулярные поездки за границу. Так вот, из двух людей, один, который знает всего 100 слов, но при этом у него пулеметная речь, и второй, который знает много, но ничего не разговаривает, возьмите любого канадца-американца и скажите, ну вот кто из них знает английский? Ну он 100% скажет, что первый. Потому что человек эрудированный, который много чего знает, но не разговаривает, он вообще никем не воспринимается как знающий язык, понимаете? Нет в этом мире ограничений. Все ограничения мы придумываем себе сами. Для кого-то для того, чтобы заговорить, надо 2 года, для кого-то 10, для кого-то всю жизнь. Тот, кому надо заговорить за неделю, он заговорит. Будет это метод погружения или будет это какая-то методика, главное, чтобы была поставлена цель, а цель всегда достигается. Будьте с нами, подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч!